I have ways of blowing things off. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами находимся в этом проклятом месте, где был третий летучий босс. В первый раз, в первый раз за всю игру, я подумал, о, у меня же есть наводка, да, тут можно нажать на F, это захватывает цель, у тебя получается лог на цель, и причем, я не знаю, как это работает, когда мы с вами дрались с плотником, лог происходил каким-то автоматическим образом, я ничего не нажимал, он мне постоянно перелочивался на более мелкие цели, я еще на это жаловался. Короче, да, можно вручную заложиться на какую-то цель, но, когда цель выходит за определенную границу, то лог просто спадает. Это шаболда, летает тут по всему лесу, если держаться к ней близко, она убивает моментально. А если хотя бы на среднюю дистанцию ее отпускаешь, лог спадает, и постоянно приходится вот так с задратой головой вверх бегать, два раза, когда я ее почти добил, у нее есть такая читерская атака, когда она тупо исчезает, под тобой появляется пентаграмма, ты такой отскакиваешь, она выскакивает под тобой, но после этого она делает еще серию из трех ударов. Увернуться от них абсолютнейше невозможно по причине кривого переката. Короче, про все это мы поговорим еще в конце игры, у меня тут уже прям сформировалось определенное мнение. Короче, смотрите, ребят. В начале я эту игру немножко просто недолюбливал из-за кривоты, потом она меня стала раздражать. Сейчас все гораздо проще. По-моему, я ее начал тупо ненавидеть. Я вчера потратил то ли 45, то ли 50 минут просто для того, чтобы ушатать вот этого третьего мини-босса. Теперь нам говорят освободить Тоси. Да, у нас 64 этих тленыша. Если мы найдем еще одного, мы сможем с вами улучшить блок, но блок как таковой здесь нафиг не сдался. Здесь можно использовать вот этот вот удар, который, в общем-то, помогает. И видите, его хватает на 4, 5. На 5 раз. Наверное, будет хватать на 6, но вот эта вот атака, которая так нам помогла со вторым боссом из этой троицы, оказалась абсолютно бесполезна против вот этой вот летающей твари. Я не буду перечислять абсолютно все те грехи и косяки, потому что на этот раз их было прям слишком много. Вернусь разве что к тому, что нам давали 3 хилки. Фишка в том, что жизни-то у нас растут, а хилки лечат точно такое же количество жизней, что и раньше. Поэтому, пардоните, просто чтобы восстановить себе жизнь, тебе нужно схавать 2-2,5 хилки, а тут их, в принципе, 3. Ну, то есть... А бьют тебя сильнее, а хилки лечат так же, как и в начале игры. Эх... Чё скажешь, дедок? Эти статуи стояли здесь задолго до появления нашей деревни. Учения древних племён, созданные, чтобы помочь будущим поколениям в понимании природного равновесия. Так... Мы не понимали их значение, пока не стало слишком поздно. Ну, поздравляю. Смотрите, я вам хочу ещё одну вещь напомнить, что здесь происходит. Например, нажимаешь Q, заходишь в режим карты, выходишь из режима карты, и вот двигаться нельзя, 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 нельзя. То есть, проходит секунд пять, она вот так вот стоит и тупит, и так после каждого действия, что ты делаешь? И нужно подождать, чтобы что-то сделать. Я понимаю, что этим скрыты длинные загрузки и выгрузки, так скажем. Так, нам сюда. Зал вождей. Вождедей. Посмотрим, что нам сейчас с этим перцем. Я хотел сказать, что я, наверное... О, доставка почты духов. Это... Сюда мне надо доставить? Но мне загорелось то, что надо... Давайте я схожу, доставлю. Что за лаги? Успокойтесь. Я схожу, доставлю, не потому что мне это так прям нужно, а потому что, наверное, я хотел бы получить ещё одного тленыша. Мне кажется, что если я получу ещё одного тленыша, мне это не помешает. И у меня такое ощущение, что раз недалеко как раз почта духов, давайте мы её доставим. И, возможно, нам дадут или даже предоставят возможность... А, это прям далеко. Ну ладно, давайте сбегаем. Я что-то думал, что там можно будет свернуть, свернуть нужно будет здесь. Я так понимаю, почему она мне отмечается, потому что я могу туда уже попасть, да? Или... Или в чём прикол? Сундук? Не, не, не то. Сундук проклятый, что ли? Да вроде нет. Ну давай, прям. Да, не проклятый. Проклятый не хочу трогать. Спасибо за хорошие ракурсы. А, вот так можно? Сейчас, 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 ребят. Мы поймём, мы разберёмся. Я в нас верю. Это у нас открытая почта духов. Теперь вот тут будет мост. Тут, кроме того, что моста нет. То есть нам придётся идти по той переправе. Спасибо, карта просто идеальнейшая подсказала. Беги, пожалуйста. Оттуда. И оттуда. Всё, я понял. По этой переправе надо будет добраться. И потом, наверное, когда я принесу почту духов, мне освободится какой-то ещё другой проход. Угу, 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 угу. Ну что, всё пока выглядит логично. Разбежался, шептеться так просто было. О, да-да-да, тут есть вон ещё всякая гадость летучая. Струльба по мишеням. А чё музыка-то боевая? О, ясно, понятно. Я просто мимо них пролетел, никому урона не нанёс. Нормально. Чё-то большое или чё? Я чё-то не вижу. Да-а, тут большое. Вот так, в лицо тебе. Всё, успокойся. А тут наверх что? Тут какое-то место, где был, не был, вообще непонятно. Погодите, ребят. Так, ладненько, продолжаем. Надо было небольшую паузу сделать. Тут у нас быстрое перемещение. Да, присутствует. Получается, я тут не был. И... Отстань ты, блин! Эту почту духов я принести не могу. Говорят, что в старом храме над сердцем деревни водится привидение, но меня успокаивает его воды. Тут две почты духов, но принести мы можем только ту, которую нашли, то есть одну. Вот, тут капелька. Иди, давай, давай. Давай, давай. Это всё можно прочищать. Р. Сюда. Едь, пожалуйста. Сюда. И сюда. Ничего больше нельзя расчистить? Вот это я без почты духов не расчищу, например. Хорошо. Тут нам больше делать нечего. В домики позаходим сейчас и пойдем отнесем. Тут есть вот это. Маска. Маска Задзюрс. Ладно. Вот эти вот маски, это единственное, что есть в игре. И, ну, насколько я понял, деньги копятся только для этого. Ну, то есть, не знаю, маски, на мой взгляд, немножечко бесполезная штука. Наверное, потому что нету той атмосферы. В том же... Что за звуки? Кто что ждет? Да. В том же Bloodborne очень прикольно было собирать шляпки для посланников, потому что хотелось, потому что оно того стоило здесь. Здесь нету того ощущения, что, типа, ой, да, хочу, это будет интересно. Нет, здесь как-то... Там, вторая почта духов. Просто сама игра сам по себе отбивает любое желание и настроение делать тут какой-то дополнительный контент. Тут нам даже драться не надо. Ты просто пришел и открыл, и все. Прикольно. Отлично. Так, сундучок. О, вот он, последний тленыш, собственно, который мне и нужен был. Маска толщий. 65. Итого четвертый уровень. Четыре тленных действия. Хотя они, по сути, особо не накапливаются во время боя, ты все равно их очень быстро тратишь. Но такое. Улучшения, которые нам помогут. Это вот это. Прочный щит. Доступно. Прочный щита повышен. Открываем, да. Нам не прочность щита, но у нас повышается шкала использования. Поэтому, как щит мы это не используем, но как оружие это вполне можно использовать. У нас осталось 260. Больше кармы. Мощную атаку в нужный момент. Этим я точно не буду пользоваться. А ты? Контрпарирование. Давайте. Я очень сильно сомневаюсь, что этим я тоже буду пользоваться. Ладно, у нас остался один непрокачанный навык. Так, если мы его за все это время не прокачаем, я не расстроюсь. 65. Ленышей. Карта максимально неинформативная. Если на то пошло. Нам... Не знаю, каждый раз открываю эту карту. Каждый раз меня бесит, что... Фиг, что отмечен. Например, как тут мост был отмечен, хотя моста там нет. Вообще великолепно. Камень здесь у нас. Хорошо. Пойдем дальше. Валим сюда. Так. Ну что ж, мы вроде как, наверное, где-то как-то готовы. Насколько может быть готовы. Я так понимаю, что это последний босс. Заранее хочу вас предупредить, ребят. Ну, потому что у меня просто нету уже вот этого силы, терпения. Вот это все бодаться. Я его посмотрю. Мы сейчас его потравим. Если там будут какие-то очень бесячие штуки, то, наверное, поступим так же, как и последний пару раз. Мне его придется убивать потом, когда у меня на это будут силы и время. Ну, вообще посмотрим, что вы себе представляете. Смотрите. Два хила. Ну и огромное пространство, чтобы тосю затосить. Проблема здешних боссов в том, что они абсолютно все одинаковые. Все очень мощные, все очень резкие. То есть обычно у тебя или огромный босс с огромным количеством жизней, или какой-то быстрый чувак, по которому фигу попадешь, но ты по нему наносишь хоть какой-то урон. А тут нет. Тупо все боссы очень жирные, очень быстрые, бьют через все препятствия на всю карту. Пока они не атакуют, ты никакого урона не нанесешь. Можно играть только на контратаках. Ну, в общем, как и все здесь. Ладно. Ну, Анатосий, явись нам. Проводница духов, твоя воля сильна. Сила горного храма принадлежит мне. Я забрал ее, чтобы спасти свой народ. Пойдем вместе и восстановим твой дом. Хочешь со мной сразиться? Эл, логика. Вот видите? О, оно сейчас лопнет. Оно превращается в красный, иначе оно ему еще и вред нанесет. Его можно словить исключительно на контратаках. Ну да, да, спамер, хорошо. Я тебя понял. Смотрите, сколько оно мне хп восстановило. Вот я прям... Он тупо все отбивает. Раньше... Опа! Вот один раз у меня случайно получилось поймать его на контратаке. Все. Смотрите, с какого расстояния. Смотрите, с какой скоростью и как работают у вороты. Глянь, 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 какой спам! Тебе показалось, что... Что ты отпрыгнул, что ты перепрыгнул огненную волну. Нет. Тут, по крайней мере... О, о, о! Тут, по крайней мере, этот щит работает. Так, чувак что-то спамить собрался. Вот такая же фигня была и... Стой, ее сбиваешь, на некоторое время тебе помогает ее пострелять немножечко. Отбивает, ясно. Никого не вызвал? Что странно. Ну, да, да, да. Да, конечно, конечно. Да! Да! Что ж ты? Вот что меня бьет сейчас? Нет, уйди! Как я сейчас это прошел? Не знаю. О, 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 о! Спамер! Прыгни! Да ну, блин! Ну, вот. Короче, ладно. Вроде, вроде что-то тут можно с ним делать. Давайте пробуем. Оскверненная Тося, Анатосевна. Ну, мне кажется, что это же последний босс, у него не может быть одна фаза. Мне кажется, после этого он просто скажет, ахаха, ты думал, все так просто? Ну, вы знаете. Ладно. Он, он, по крайней мере, не летает. Ну, да, ну да! Он, по крайней мере, не летает. Да, блин, хорош! Хорош! Нет! Валим! Да ну! Да валим же ж ты! Не последнюю роль в этом играет кривое управление, если что. Чем меня сейчас откинуло? А кто бы знал? Ясно, понятно. Нет! Ну, посмотрите, сколько у него жизни-то осталось. Ладно, поехали еще раз. Ладно, читер, поехали еще раз. Что, опять же говоря, я практически уверен, что у него есть вторая фаза. Звучит. от 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 бесполезно уйди уйди да ты мне еще поспать тут хилку да хилку я блин успокойся припадочный а и и и и и и и и он уже отбивает классно супер короче каждая вот эта атака в лоб на него провоцирует его ответную агрессию там на три на четыре выпада насколько она идет вот и от этого ты все равно отгребаешь то есть так же как из летучий тварью было что когда она делает 34 выпада подряд от всего этого не увернешься получается не жадничаем получается а в этот момент его надо сбивать ясно тут я уже ничего не сделаю копим пока что стрелы не не бьем пробуем контратачить его не хватает щита оп селочку ходим нежки сбил тварь вот это вот вторая проблема уже все да 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 ну вот короче смотрите спам атака ничего не сделаешь у тебя почти полной жизни фиг на тебе три раза по башке иди отдыхай тоже увеличивают хп это все до задницы потому что все равно тебя хватает на 3 на 4 удара хорошо шли нормально шли смотрите и 1 хилку на запасе нормально бах просто одной спам атакой нас снесли и все до свидания экономим щит а это он уже отбивает да конечно отдай сбиваем твою атаку нет как бы ты что ни делал он тебя все равно достанет ну что это чертов спамер где моя хилка вон там хилка сейчас я потрачу эти тленные грузди они в принципе не накапливается я прыгнул да хорош блин а когда мне стрелять то есть серьезно вали 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 нет так но почему не сбивается блин вот серьезно вот атака первый раз я на него такой он его так избивается второй раз я вот такой его так они сбиваются я остаюсь возле него прямо ловить удары мордой ну я вообще почему сейчас все это делаю на запись я просто хочу посмотреть это одна фаза или или у него есть больше потому что практически уверен что есть больше видите типа делаешь вот так и это его сбивает если так то менять вполне устраивает не повредила вроде мне но это уже бесполезно стрелять сбил 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 хорошо просто просто на контратаке сами вообще ничего не делаем исключительно когда он пытается что-то делать с нами тогда делаем и по моему это единственная тактика стратегии то работа щит восстановись блин тварина хорошо ну типа какие-то повреждения ему там наносятся но сбил только таким образом сами вообще ничего не делаем инициатива наказуема щит восстанавливаем сбиваем щит восстановись она щит побежит ну да да щит не восстановился она побежала все кто идти надrick хилку ну я же нажал как же бесит сланы а я был в эндже и хилки нет уйди 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 припадочный успокойся посмотрите у него начинается фаза когда у него уже мало жизни он уже начинает нервничать именно собственно поэтому я считаю что возможно у него может и не будет второй фазы но это было бы просто слишком не по-человечески еще и вторую фазу ему приплести так ну чтож оскверненная тося видите типа не нифига наш говорил будет 2 фаза сейчас заставил меня попотеть ладно теперь на самом деле когда тлены собирается вместо не способны на многое я встречался с ними раньше думаю что знаешь этих созданий скажите в их истинную природу с какой-то демона создашь из тленышей да да нафиг тебе нужны эти мелкие не все так просто оказалось храм священной горы вступите в бой с тоси в горном храме ну конечно же вступите в бой горный храм духи всякие пердухи по духе то есть финальный же босс не может состоять из одной стадии это аксиома всех видеоигр и этот хилок кстати нету да тут просто ну а натосей давай рассказы тленыши или чай или кто вы я говорю щас дерьмо демона как от соберем оскверненный бог тлена по розовой фигне стрелять я понял я понял я понял ну я же нажал у ворот да как я стрел на зарядить так рыгалово пошло ходит а тут есть хилки только я лечиться не могу дать теперь у меня же тлена нету мочеваку поплохело какую-то часть я из него выбил еще и с тобой а ладно надо вот это мне не 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 забудь может вы мне дадите стрелы там подзарядить не знаю было прям неплохо он такой как в скафандре оказывается но типа всем а как не хп что-то восстановить никто не хочет подсказать минус так да уйди уйди валим 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 ну он меня тут убьет сейчас восстанови восстанови не бей не бей его не бей к черту этот мне кажется сейчас подкрадется я не буду рисковать я буду чисто щитом бить а мне последний удар остался может попадать будем ну выйди блин из неуязвимости черту тварина спрятался за барьером такой восстановите мне жизни чего вы делаете ясно у меня нет тленного действия вы серьезно до свидания и что я тут должен сделать а все сначала ясно ребят не не ну его нафиг я не знаю с какой на этот бой у меня уйдет времени я не буду все это опять же делать сейчас потому что ну просто игра того не стоит знаете был бы там какой-нибудь dark souls или игра деволверов или что-то такое где все хорошо и просто нужны прямые руки естественно я бы записал несколько дублей потом сделал бы нарезочку но пока что нет давайте ребятушки я пока что здесь остановлюсь и потом наверное когда я закончу с этим боем мы продолжим эту же серию я просто уже подведу какие-то итоги по игре потому что я так полагаю это последний босс последний бой вот давайте так сделаем да ребят для вас сейчас прошла простая склейка кадров для меня прошло определенное количество времени сидел я такой примерно час уже пытался запилить этого босса он вообще бешеный то есть кроме того что файт с боссом потом файт с одними миньонами с другими миньонами потом опять файт с боссом потом паркур потом опять файт с боссом ну и все это пройти на тех хпшках которые тебе даются ну это абсолютнейше просто нереально ну я не знаю нет конечно реально если потратить на это там не знаю несколько дней несколько вот таких подходов у меня просто не было желания этого делать но все таки хотелось как-то уже допройти эту игру и тут мне такая простая идея синела может я играю на тяжелом что со мной не так так я такой захожу в параметры в игру и проводник духов это среднее я такой но стоп я могу поменять или где пробую меняю на легкие они говорят ну тогда у тебя отбросили на последний сейф я такой хорошо и как только я переключил на легкий игра поменялась просто до неузнаваемости то есть до этого меня мочило абсолютно все вот абсолютно всяк а тут игра полностью потеряла зубы потому что меня никто не бьет те кто меня бьют забирают у меня настолько мало жизни что мне это в принципе не важно между фазами босса жизни полностью восстанавливаются тленные действия восстанавливаются автоматически щит вдруг стал выдерживать короче я понял на что рассчитан щит и его механики щит рассчитан на легкое прохождение потому что в среднем прохождении щит не выдерживает босс атак кроме того что тебе выносит полностью щит так еще и станет тебя он был абсолютно бесполезен поэтому я им всю игру не пользовался его пробивало тупо абсолютно все а сейчас он оказывается выдерживает и босс атаки и и двойные босс атаки да вот давай сядь короче посидим отдохнем немножечко я это кстати айдол анимации не видел еще очень прикольно что тут есть айдол анимация это я как тоже говорил в наше время в играх встречается довольно редко маленький плюсик в копилочку то что хорошо хорошо я вам всегда говорю так вот естественно на легком его прошел с первого раза причем прошел практически не уворачиваясь практически ничего не делая пешочком и время от времени зажимая щит стал вообще настолько легко насколько это возможно это такой чудовищно огромный разрыв между сложностями то есть тут ты играешь на легком но он ощущается как чрезмерно легкий но когда ты перекидываешь на средний то он ощущается как минимум как минимум трудным то середины здесь нету и это опять же очень нехорошо на мой взгляд потому что ты приходишь сюда поиграть насладиться тебе говорят или вот ты ходишь пешочки у тебя нету вообще никакого файта тупо посмотри историю или если ты хочешь хоть какой-то файт на мучайся страдать потому что у нас очень кривая боевка ладно к черту пошли дальше давайте уже досмотрим эту историю что в оправдании скажет нам анатосий то все то все анатосий ладно наши предки доверялись или горного храма его воды питали нашу деревню и дали нам жизнь укрепляли нашу связь с владениями духов я не мог понять почему он решил нас следать наш дом разрушался и люди ждали что я смогу им помочь я не сумел помочь своим людям мне оставалось только смотреть как из деревни утекала жизнь люди умирают иногда чувак так обстояли дела в средневековье если че значит мы ничего не должны делать тебе нужно действовать это существо связано с равновесием этих земель его присутствие голод все это часть естественного круговорота вот я же говорю это это нормально земле нужно время для исцеления нам нужно перевалить перевалить через горы пора искать себе новый дом вера в старой традиции ослепила тебя поведи наш народ и он за тобой последует за дюро 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 что ты за его то ты зачем ударил ну там я не знаю что старик вообще ничего не делал он диска просто не надо ты взял его уфигачил посохом почему что мы сделали отвечай сколько еще придется умереть скольким еще почему скажи потому что это сущность человека человек умирает иногда понимаешь не отворачивайся от меня слушай меня он такой ну чё с тобой разговаривать ты же долбанутый на всю голову что тебе объяснять буду если ты не понимаешь простых кистин он а и и и и и Мы посвятили тебе нашей жизни не пришел и убил лесного духа я не нужен сидеть довольно хватит Зюра как ты сказал мне что перемены неотъемлемые в чьей жизни да кроме тех людей которые любят стабильность знаете обычно в жизни он понимал предназначение бога тлена страх охватил меня и уничтожил нечто прекрасное и я уничтожил что-то красивое если я только послушал дедзюру как много жизней удалось бы спасти я извините Тоши нам не предназначено испытывать так много боли в смысле не предназначен кем что что это для нас естественно горевать но горе способно заточить нас в клетку изменить нашу сущность нет твои мучения слишком долго нет 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 ребят это меняет только слабых ничто не изменит не изменит того что случилось тебе уже тебе нужно простить себя чтобы земля смогла исцелиться и и и и Ну что же, наше время в этом мире стекло. До свидания. Ну что же, наше время в этом мире стекло, наше время в этом мире стекло. Причина, малыш. А, мы из этих мальцов восстановим сейчас этого оленя, что ли? Да. Угу. 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 нам не покажут правильно зачем цель игры нам показывать еще заморачиваться над таким спасибо 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 разработчики короче ладно ребят да небольшой итог по тому звездецу который только что был смотрите честно что хорошего визуал просто потрясающими это настолько красивая игра она просто серьезно на уровне там три полы проекта и многие три полы проекты проигрывают по красоте очень красиво нарисована природа визуальных багов нету вообще практически все сделано очень красиво вся природа нарисована красивая стиль рисовки очень классный мне очень понравился как нарисованы люди как нарисованы но вот эти вот тленыши очень красиво просто безумно красиво музыка офигенная музыка прям задевает аж внутри вы хочется какие-то вот моменты когда музыка нагнетает тебя же прям хочется сопереживать но на все это не работает потому что визуал и музыка это хорошая составляющая хорошего мультика но у нас здесь игра а в игре есть еще такая штука как геймплей и геймплей здесь настолько ужаснейший отвратительно кривой что он перечеркивает абсолютно все старания разработчиков они сделали очень красивую игру с очень классным визуальным и аудио рядом но при этом полностью проигнорировали что люди в это будут играть они просто смотреть то есть они если покажут какой-то ролик на презентации да это будет выглядеть замечательно как только берешь это в руки играть в это практически невозможно я давайте перечислим по очереди раскладка кнопок отвратительнейшая самая отбитая которая в принципе мне когда-либо встречалась и как вишенка на торте большинство не большинство но очень многие кнопки невозможно поменять местами потому что почему-то управление это не разрешает вот ты не можешь сделать прицеливание на правую кнопку мыши вот фиг тебе мучайся блин с 4 кнопкой мыши и вот вот как-то да вот так вот и так со многими кнопками управление разбросано по клавиатуре просто отвратительно первое второе система у воротов не так работает то есть когда ты делаешь перекат у тебя есть окно неуязвимости для тебя во время переката и также есть система парирования система парирования заключается в том что когда начинается анимация атаки врага ты должен произвести свою анимацию атаки тогда происходит парирование но здесь они перепутали эту систему с системы у воротов если ты начал у ворот до того как началась анимация атака врага то тебе прилетит пофиг что ты был в у вороте пофиг что у тебя должно быть окно неуязвимости у ворот работает только как контратака только как парирование то есть если уже началась анимация атаки врага вот только тогда ты имеешь право нажать у ворот а то что анимация врага может быть дольше чем твой ворот опять же никого не волнует то есть у тебя будет какая-то часть времени неуязвимости но тебя прямо из-за ворота может достать атака и что самое прикольное например атака происходит куда-нибудь в центр ты улетаешь влево и уже оказавшись практически в левой стороне тебя достает атака и тебя обратно телепортирует в центр при этом враг враги спамят и попадая под любую спам атаку тебя просто забивает насмерть то есть fight здесь просто отвратительнейший да да спасибо за игру спасибо что сделали криво поэтому играть в это абсолютно невозможно насчет сюжета счет сюжета тоже скажу пару вещей да я открыл сложность мастер смешные шутки у них тут так вот да ребят скажу по сюжету тоже что но его нету но в это было не интересно играть для того чтобы была история нужно чтобы тебе было интересно а тут было неинтересно нас по сути три истории история трех братьев история подружек несмеянок и история мозгового инвалида тоши который я я не знаю как он стал вождем своей деревне как он стал предводителем если человек не понимает простейших истин если человек абсолютнейший неуравновешенный истеричка который просто на чувствах идет и губит всю деревню кто были те люди которые его избрали или же к тому времени он остался просто какой-то один потому что все остальные умерли но но вроде нам говорят что он был вождем деревни я не знаю как вот это вот как этот имбецил мог стать вождем деревни у меня нет абсолютно никакого сочувствия ни к нему не к такой деревне которая избрала себе такого вождя и опять же насчет подружек зачем вы мне толкаете эту агенду я не хочу этого всего но сделайте просто подружек зачем вы их толкать и в романтические отношения тем самым пропихивая вот эту вот фигню блин ребят я вам открою секрет вот в диско элизиуме там тоже были гомосексуальные отношения но при этом это не раздражало это нужно уметь сделать нормально естественно и красиво то что вы здесь делаете вы просто иголками в глаза тычете вот поэтому да короче я не могу до сих пор решить худшая ли это игра в которую я играл потому что у нас еще есть незабываемая лара кровь расхитительница тумбочек которая тоже на нашем канале и тоже восхитительно отвратительно там отвратительно абсолютно все но я бы без колебаний отдал бы кровь первенство самой отвратительной игры но при этом кена это пожалуй единственная игра за все время которое вынудило меня перейти на легкий уровень сложности для победы босса и если бы я знал бы что на уровень сложности на легкий можно перейти раньше я бы наверное сделал бы это раньше для победы всех остальных босса всех остальных мне пришлось пилить на том же среднем уровне тратить на свои нервы и время я только последнего финального пост за пилил на легкой сложности о чем очень сожалею надо было всех пилить на легкой может быть у меня меня не так бы это выбесило может быть мне як бы игре сейчас было бы лучше Хотя не знаю Вот Поэтому я даже не знаю Вот эта игра Она просто ужасна Просто отвратительна Никому никогда не советую это трогать Жалко, что она стоит так дорого И жалко, что она продается в эпике И эпики не делают рефандов Короче, да, это я влип Ладно, ребят Будем заканчивать с этим прохождением Сейчас я ее выключу Удалю как страшный сон и постараюсь забыть Об этом проекте А мы с вами встретимся тогда уже в других игрушках В других проектах, в других видео Спасибо, что были с нами, всем удачи Добра, бобра, всем оладушек И всем покеда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»